Итак, продолжаем массаж ноги с тыльной стороны, начиная, как я уже говорил, с ягодиц. В ягодицу, в принципе, если мы разминали спину, ее уже сейчас на нее большого усилия не надо уделять. Но, по сути, здесь так же. Растираем там, где подвздошная, кремень подвздошной косточки находится. Растираем всю ее поперек мышц и продольно вдоль этих мышц. Методы растирания используются все те же самые. То есть, вот так у вас руки идут, либо ладонями, либо согревающие за счет трения ребрами ладони. Либо, опять же, одна рука у вас идет всем предплечьем, локтем, а второй рукой вы подаете. Подаете ткани и этой рукой их прижимаете. Получается, уже растирание переходит в разминание этих тканей. Далее можно локтем, опять же, вот этим, да, упереться и провести вот так вот глубоко, от самого бедра до гребня подвздошной кости. Такое движение достаточно глубокое, и оно бывает очень приятным. Если ягодица у человека большая, то у вас поместится даже два локтя, и вы можете круговыми движениями, обоими локтями проминать так, как можете. И заметьте, опять я все свои движения заканчиваю вот туда, в пах увожу, к паху. Если мы проверяем точки, в принципе, это вы на прошлом видео по работе с огоньцами видели, то здесь мы просто, я на них подробно останавливаться не буду, просто быстро проходитесь, прощупываете, где есть напряжение. Вот здесь чаще всего бывает, помните, мы треугольник вот такой рисовали, да, и на гисектрисе посередине была такая точка. Здесь не больно? Да. Интересуетесь у человека, где у него болезни, да, есть ли там какой-то спазм, есть ли у него где-то миозит. Вот здесь у тебя немножко, да, больно? Вот, потому что, когда я тут нажимаю, на него дергается вот эта мышца. Видите, моя вторая рука тоже диагностирует, она прощипывает. Отдает куда? В эту кость или в эту? Вот сюда. Вот сюда отдает как раз, да? Ну вот, я это прочувствовал, да? Соответственно, можно вот эту мышцу поподробнее пройти и проверить, где она соединяется. Где-то здесь, да? Тоже болит? Нет. А вот здесь? Нет, да? Вот. Вот здесь только, да? Ну, опять же, те же самые способы можно применять. Либо точками, да, вы прожимаете, либо вы растираете глубоко и на срыв идете. При этом костяшками пальцев вот так вот. Такой прием, когда вы зажали кулак и одним пальцем выдавили косточку. Одну. Либо эту, либо вот эту, да? Для того, чтобы было пор, для того, чтобы вы не повредили свой собственный сустав. У вас один палец упирается в другой, и получается такое жесткое основание. И может конкретно работать над точками. Либо всеми костяшками сразу пальцев, либо локтем. Либо другой способ, который я рисовал ранее. Просто проминаем так, протягивая эту мышцу снизу вверх опять, для того, чтобы кровь ушла, кровь рассосалась. Так же тут бывают у людей синяки, бывают следы от уколов. Это тоже надо все раскатывать, чтобы кровь уходила, и лимфа начинала работать. Вот туда заканчивая движение подвздошной косточки. И сразу же мы переходим к бедру. Еще раз дополнительно его разогреваем, стараясь захватить снизу. Разогрев, проходим мышцы, делим как бы вот все бедро на две части по центру, да? С этой стороны от нас и к нам, вот эта половинка. Сначала обрабатываем вот эту часть тем же самым приемом кольцевого захвата, который мы здесь делали, если помните, да? Потом то же самое делаем с передней частью, к нам, которая обращена. Далее захватываем, ну, то же самое делаем, да? Только захватываем все бедро целиком. Здесь мышцы достаточно большие, достаточно плотные, жесткие у этого людей. Поэтому не жалейте своих сил, а старайтесь как можно мощнее все это обработать. И, если видите, я, в общем-то, силы экономлю за счет того, что я не только руками двигаюсь, да? А обратите внимание, я двигаюсь всем корпусом. То есть я беру за счет вот этого плеча, приседая на ногах, видите, я ногами как бы поднимаю свое тело и поднимаю руку. А потом этой рукой опускаюсь, видите, на коленках, опускаюсь и давлю уже корпусом. Видите, какие движения? Нажал, приподнял, нажал, приподнял своим корпусом. Так вы, во-первых, экономите свои силы, во-вторых, бережете спину, чтобы вы не работали, постоянно нагнувшись. Иначе поясница у вас тоже будет болеть. И, в-третьих, бережете свои пальцы и суставы, чтобы они лишний раз не переутрождались. Получается вот такое движение, практически как в танце. Видите, я танцую. С другой стороны, это и весело. И когда вы включаете музыку, ритмассаж, пританцовываете. И это для вас, для самих, тоже такое достаточно интересное физическое упражнение. Вот, дальше идет прием, достаточно такой сложный, поэтому пытайтесь его поподробнее понять. Мы практически все сейчас размяли, да, глубоко. Теперь идем еще глубже, устанавливая одну руку снизу, с внутренней стороны человека. До встречи, пока.